Здравствуйте! Это итоги дня информационного портала Уллправда.ру в студии Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Горячей воды не будет. В Ульяновске начались гидравлические испытания. Дороги, газификация и вывоз мусора, что волнует ульяновских дачников. Собери макулатуру, помоги животным. Ульяновские дети помогли собрать средства на корм для животных. Сын за отца побеждает. В Ульяновске прошел чемпионат региона по борьбе. Новая рабочая неделя по традиции началась с аппаратного совещания. Кабинет министров и председателей районных администрации обсудили ход посевной кампании, подготовку к окончанию школьного года, а также реализации национальных проектов. После долгих праздников рабочая неделя началась традиционное аппаратное совещание, которое провел председатель правительства Александр Смекалин. Губернатор Сергей Морозов находится в рабочей командировке в Москве, где занимается подготовкой фестиваля «Японская весна на Волге». Он пройдет в Ульяновске уже на этой неделе. Уже видно, как город, так скажем, облачается в это, так сказать, праздничное гостеприимное одеяние. Но мы должны понимать, что у нас еще два дня, и за эти два дня мы должны сделать максимально. Подвели итоги празднования Дня Победы. В этот день не было зарегистрировано нарушение правопорядка и преступлений. В празднике приняли участие более 138 тысяч человек, 79 тысяч из них в Ульяновске. В шествии бессмертного полка в областном центре прошло около 50 тысяч человек, в районах до 33 тысяч человек. Личный состав полиции в период с 9 по 12 мая был переведен на усиленный вариант несения службы. В усиленном режиме дежурили пожарно-спасательные гарнизоны и дружинники. У пожарных выдались непростые выходные. За время праздников было зафиксировано 19 возгораний в зонах, прилегающих к лесному фонду, и 4 лесных пожара. Все возгорания удалось в кратчайшие сроки потушить. Класс высокой пожарной опасности у нас сохраняется в ближайшие 5 дней. Патрулируем очень четко и онлайн мониторим спутниковую карту. Соответственно, сложными остаются ситуации по югу Ульяновской области. Глава правительства назвал профилактику пожаров задачей номер один в ближайшее время. В число противопожарных мероприятий входит опашка населенных пунктов и запрет сжигания сухой травы. Это опасно еще и потому, что в полях области продолжается посевная. Благодаря благоприятным погодным условиям мы начали на две недели раньше, чем в предыдущие годы. По темпам, скажем так, у нас достаточно они высокие, опережают в целом Российской Федерации. Хочу отметить, что буквально на аналогичную дату в прошлом году всего было посеяно у нас 80 тысяч гектар, а на сегодняшний день, в 2019 году мы уже отсеялись с вами на площади 502 882 гектара. Лидирующей позицией занимают Старомаинский, Сурский, Барышский, Кузоватовский, Цельнинский и ряд других районов. Там посевная уже почти завершилась, но есть и отстающие муниципалитеты. Это Инзинский, Павловский, Радищевский, Старокулаткинский и Теренгульский районы. Ожидается, что сев зерновых и кормовых культур завершится к 20 мая. Горячая пора и у пускников школ. Они готовятся к государственной аттестации. На сегодняшний день готовность региона стопроцентная. Основной период сдачи государственного выпускного экзамена для 11-классников, это ЕГЭ, стартует 27 мая, чуть раньше для выпускников 9 класса с 24 мая. Основным экзаменом по выбору, как и в прошлые годы, для 11-классников остается общество знаний. На второе место вышла физика. У 9-классников же существенно выросло количество тех, кто собирается сдавать информатику. Это свидетельствует, по мнению министра, о том, что все больше выпускников выбирают технические специальности. В исключении аппаратного совещания обсудили вопросы ремонта автомобильных дорог. На сегодняшний день по региональной сети выполнен объем 80 тысяч квадратных метров. План на май месяц стоит 30 тысяч квадратных метров. Это исходя из того состояния дорожного покрытия, которое мы имеем в результате весеннего мониторинга. Завершается проведение аукционов по капитальному ремонту дорог. В основном они будут проведены до 20 мая. Это позволит раньше начать восстановление дорог и успеть как можно больше за летний период. Егор Тстоф, Руслан Баталов, новости дня «Ульяновская правда». С сегодняшнего дня в Ульяновске стартовали гидравлические испытания теплосетей. По этой причине с 13 мая до 24 мая включительно отключена горячая вода на нижней террасе. До 26 мая в микрорайоне «Искра». До 27 мая будет приостановлена подача горячей воды в 4, 18 и 19 микрорайонах и Ленинском районе, верхней террасе, новом городе и на Опытном поле. С 29 мая по 11 июня воду отключат в дальнем засвияжье. С 13 по 26 июня в границах Московского шоссе, улицы Октябрьска и Западного бульвара. С 27 мая по 7 июня в Кендяковке и с 17 по 28 июня в поселке Мостотряд на улицах Уютная, Любови Шевцовой, Ульяны Громовой и Комиссара Иванова. Дачный сезон в Ульяновской области активно стартовал. Согласно плану по развитию инфраструктуры, в этом году в границах садовых некоммерческих товарищей запланированы работы по водоснабжению, электрификации и газоснабжению. О планах на лето дачники поговорили с губернатором Сергеем Морозовым и министрами профильных структур. На территории Ульяновской области зарегистрировано 238 садовых и огороднических товариществ. А общее количество человек, занимающихся садоводством, составляет больше 500 тысяч. И с каждым годом цифра увеличивается. Сказывается и развитие самих товариществ. К примеру, в прошлом году дачи ВСНТ Плодовая наконец-то электрифицировали, а уже сегодня к обрабатываемым участкам прибавились еще 25. Электрификацию других территорий садоводы обсудили на встрече с губернатором. Кроме подключения электричества затронули вопрос о газификации и водоснабжении. Кроме всего прочего, хотелось бы отметить, что в этом году общей сложности садоводам направят порядка 139 миллионов рублей. Это на благоустройство своих садовых обществ. Здесь мы говорим и о водоснабжении, и о дорогах, и благоустройстве, и в том числе электрификации. Кроме всего прочего, мы каждый год направляем субсидию возмещения затрат садовым товариществам. И в этом году, это также не станет исключением, уже порядка 18 миллионов направили в этом году. Еще дополнительно планируем 5 миллионов направить садовым товариществам на компенсацию принесенных затрат. Кстати, получить субсидию может любое зарегистрированное товарищество. Нужно лишь предоставить в профильное министерство необходимый пакет документов, которые подтверждают затраты. По мнению Михаила Семенкина, многие председатели товарищества о действии программы не знают, поэтому с ними будут работать представители Минсельхоза. Острым вопросом волнующих многих оказалась проблема с вывозом мусора. Садоводы правобережья пожаловали Сергею Морозову о том, что их товарищество буквально утопают в мусоре. А региональный оператор компания «Экостандарт» выдвинула непосильно высокие для дачников тарифы, превышающие старые почти в три раза. Почему мы должны платить за этот же мусор, который еще в большем количестве лежит? Поэтому еще я говорю о том, что если он не пересмотрит, раз мы говорим об ударении, свое отношение, то он в ближайшее время тогда будет отстранен от этого вида деятельности, и вместо него будет другой оператор. Одним из путей решения проблема была предложена заключение разовых договоров с рекоператором номер один. Вопрос о вывозе ТБО находится на контроле Министерства экологии. В Ульяновске полицейские задержали подозреваемых в краже российских флагов. Инцидент произошел 8 мая в Засвежском районе. Приблизительно в 20.30 двое молодых людей сняли два флага Российской Федерации с моста в районе Улгу. Местная жительница стала очевидцем произошедшего и сообщила в полицию. Начались поиски злоумышленников. На следующий день предполагаемых похитителей государственной символики задержали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время по данному факту органами дознания ОМВД России по железнодорожному району города Ульяновска проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Школьники, детсадовцы, их родители и учителя все объединились в желании помочь четвероногим друзьям. 25 тонн макулатуры ребята из Исвияжского района собрали в рамках благотворительной экологической акции. Подробнее у Натальи Чумаченко. Сегодня в ДШИ имени Варламова подвели итоги районной благотворительной экологической акции «Собери макулатуру, накорми животных». Лев Ликанин с детских лет мечтает стать экологом. Мальчик очень любит природу, насекомых и животных и когда-нибудь планирует сделать собственное научное открытие. Первые шаги в этом направлении ему помогают сделать воспитатель детского сада номер 232 «Жемчужина», где мальчик обучается в подготовительной группе, ну и конечно родители. Я люблю измерять кошек, собак, люблю их помогать им, кормить. Да, мы ездим в приюты детские, собираем и детские для животных, приюты собираем корм, собираем все, что необходимо, нужно, что заказывают разные ошейники. В общем, стараемся помогать всем, чем можем. Семья не упустила возможность помочь братьям нашим меньшим и приняла участие в благотворительной экологической акции. Лев вместе с мамой принес в садик увесистые стопки старых газет и журналов. Так поступили и другие дети вместе с родителями. В итоге «Жемчужинки» собрали одну тонну 300 килограммов макулатуры, за что получили грамоты и подарки от организаторов. Напомним, акция стартовала 7 февраля. За это время во многих школах и детсадах района было собрано 25 тонн макулатуры. Очень большое количество приняло участие в этой акции по Сверскому району общепрозовательных учреждений, как и дошкольных учреждений. Сегодня мы подводим итоги. Сегодня у нас праздник. Все собранные средства были переданы на корм животным конного клуба «Кентавр» и станции юных натуралистов. Вот я считаю, что подобные акции, они очень важны и необходимы для именно воспитания вот этой экологической культуры с раннего детства. Организаторы планируют сделать акцию «Сдай макулатуру» на корме животных ежегодной и расширить масштаб сначала до городской, а затем и областной, чтобы дети со всех муниципалитетов могли внести свою лепту в сохранение природы. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. 70 борцов из Ульяновской Москвы разыграли награды открытого чемпионата области по греко-римской борьбе. Самым почетным гостем соревнований стал бронзовый призер Олимпийских игр Зафар Гулеев. А в числе победителей соревнований его сын Мурат. На соревнованиях побывал Михаил Рассашанский. Бронзовый призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Ульяновец Зафар Гулеев внимательно следит за тем, что происходит на борцовском ковре его родного спорткомплекса «Динамо». Участники соревнований разыграют награды открытого чемпионата Ульяновской области. А Гулеев – самый почетный гость турнира. Эти живые легенды, они дают тот самый стимул и мотивируют молодежь, как раз молодежь, это молодежь и юниоры, они составляют будущую сборную взрослой команды. Три года подряд областные соревнования имеют статус турнира на призы Зафара Гулеева. Ныне это один из этапов подготовки к чемпионату Приворского федерального округа, который пройдет в декабре этого года. Надо чаще такого соревнования проводить, молодежи было интересно. Они не чувствовали заброшенное, не чувствовали, не курили, не пили пиво, наркотики не подвигали. Среди участников соревнований сыновья легендарного спортсмена. Младший из них, 20-летний Мурат Гулеев, выступает в самой легкой весовой категории – до 55 килограммов. Отбыть номер на борцовском ковре, когда за тобой наблюдает отец, просто не получится, говорит спортсмен. Напротив, присутствие легендарного отца обязывает работать только на победу. Придает еще больше сил и уверенности, потому что на себя смотрит такой отец, результативный борец, можно сказать, живая легенда ульяновской борьбы. 70 борцов из ульяновской Москвы вышли на ковер в рамках открытого чемпионата области. Они разыграли награды в 10 весовых категориях. И в каждом поединке борьба до самой последней секунды, покуда гонг строгих арбитров не остановит встречу. Конкуренция есть. У нас ребята чемпионы привозки по федеральному округу в различных весовых категориях. Также у нас призер подобного есть, это Адель Садыков. Как раз они в одной весовой категории с Рафаэлем Юнусом, Адель постарше. То есть конкуренция она всегда была. Несмотря на присутствие в числе участников столичных гостей, победителями соревнований стали исключительно ульяновцы. Три золотые медали в активе подопечных тренера Олега Ефремова. Их завоевали Андрей Ильмуков, Аганна Нушан и Адель Садыков. А в неофициальном командном зачете лучший результат у областной школы Олимпийского резерва по борьбе. 7 наград высшей пробы. Михаил Рассашанский. Новость Ульяновской правды. На прошедших выходных за Свияжском районе прошли памятные мероприятия, приуроченные к 96-й годовщине со дня рождения политического деятеля Гейдара Алиева. Они прошли возле памятника общенациональному лидеру Азербайджана на площади имени Гейдара Алиева. Глава Ульяновской Сергей Панчин отметил, политик внес неоценимый вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Азербайджаном. Гейдар Алиев несколько раз бывал в Ульяновске. Он возглавлял Государственную комиссию по расследованию причины ликвидации последствий катастрофы теплохода «Суворов» в Ульяновске. Также принимал активное участие в принятии решения строительства президентского моста через Волгу. В период с 14 по 16 мая в лесах и в большинстве районов ожидается высокая пожарная опасность 4 класса. Главное управление МЧС России по Ульяновской области обращается к населению с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности на природе. Завтра в Ульяновской области ожидается переменная облачность, местами возможен дождь. Температура воздуха днем составит 26 градусов со знаком «плюс». Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня на информационном портале ulpravda.ru по будням 18.50. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok